Продолжу рассказывать об актёрах полицейской академии и о том, что с ними стало и было. Расскажу и про самую успешную актрису Ким Кэтролл, которая стала звездой сериала «Секс в большом городе», и про менее успешных. Ким Виктория Кэтролл играла кадета Карен Томпсон в первой части полицейской академии. Ваше имя Кадет Томпсон, живёте здесь рядом, нет? Очень хорошо. Теперь покажите ваши бёдра. Ну, моя тут мало времени, собираюсь стоять везде. Покажите ваши бёдра. Родилась 21 августа 1956 года, и на июнь 2016 года ей 59 лет. Рост Ким 169 сантиметров, и она англо-канадская актриса, получившая популярность благодаря сериалу «Анальный секс в большом городе». Её первое появление на экране было в фильме «Розовый бутон» в 1975 году. В 1978 играла в сериале «Коломбо» с Питером Фальком, который уже умер. «Коломбо» у нас показывался по одному из центральных каналов, и про его смерть я рассказывал в одном из ранних роликов. Я Сергей, и вы на канале «Ай люблю людей». Также играла в сериале «Старский хач». В 1979 году появилась в сериале «Невероятный халк». После «Полицейской академии» играла в фильме «Ограбление» 1985 года с Жан-Полем Бельмандо, «Границы города» с Джеймс Эрл Джонсом, который был голосом Дарта Вейдера в «Звездных войнах», «Большая разборка в маленьком Китае» с Куртом Расселом. В 1987 году снималась в фильме «Манекен», в главной роли также был Эндрю Маккарти. Это один из главных героев в фильме «Уикенд у Берни». Если не видели фильм «Уикенд у Берни», то советую посмотреть. Я обожаю этот фильм, он очень позитивный и забавный. Также в фильме «Манекен» играл Джордж Уильямс Белли, который играл в «Полицейской академии» капитана Харриса. Далее Ким появлял из «Стартреки 6». У Ким была фотосессия на площадке «Стартрека», во время которой она была полностью обнажена и носила только накладные уши своего персонажа. В 1997 году её взяли на роль Саманты Джонс в сериале «Петинг в большом городе» и получила дикую популярность. Также снималась в рекламе «Пепси». Далее появилась в фильме 2002 года «Перекрёстки», где в главной роли была Бритни Спирс. Далее в фильмах «Секс в большом городе» 2008 и 2010 года. За роль Саманты в «Секс в большом городе 2» Ким получила золотую малину, как худшая актриса. Эту же награду получили все главные актрисы фильма. В 2004 году Ким озвучивала журналистку Хлои Телбот в мультсериале «Симпсоны». В 2009 году снималась вместе с Юэном Макгрегором и Пирсом Броснаном в фильме «Призрак». Озвучила в 2009 году «Четвёртого ребёнка Симпсонов» в 8 эпизоде 21 сезона. Ким была замужем 3 раза. С 1977 по 1979 годы была замужем за Ларри Дэвисом. С 1982 по 1989 за Андре Лисоном. С 1998 по 2004 за Марком Левинсоном. В 2002 году они вместе написали книгу «Наслаждение. Искусство женского оргазма». Детей у Ким нет. В 2007 году Ким рассказала, что ещё в 1998 должна была полететь рейсом ПНМ Flight 103. Но в последние минуты не полетела, а пошла по магазинам. Этот рейс был взорван террористами в воздухе, и тот поход по магазинам спас Ким от смерти. Эндрю Гарольд Рубин играл большого любителя женщин и кадета Джорджа Мартина в первой части полицейской академии. Родился Эндрю 22 июня 1946 года, и он, к сожалению, уже умер 5 октября 2015 года от рака лёгких. Ему было 69 лет. Эндрю снимался в рекламе на ТВ ещё с конца 60-х годов. Впервые появился на экранах ТВ в сериале «Breaking's World» в 1970-м. Снимался в фильме «Кейси с Шэдоу» в 78-м, «Маленькая миссис Маркер» в 80-м. Снимался в сериале «Хоумтаун», который шёл в 85-м году на канале CBS, и закончился, не успев начаться, на 9-м эпизоде. Также был в сериале «Джо Бэш» в 86-м. Сериал также быстро закончился спустя 6 эпизодов. После съёмок в полицейской академии Эндрю взял отдых от съёмок и стал путешествовать по миру. В 98-м году стал сниматься в мини-сериалах на канале HBO под названием «Земли на луну». Работал в некоммерческих организациях и помогал нуждающимся. Более 15 лет при этом он нигде не снимался. Эндрю был женат на Лорен Рубин, и у них были две собаки и пять кошек. Брюс Малер играл кадета Догласа Фекклера в первых трёх частях «Полицейской академии», а также в шестой части. Привет! Доглас Фекклер. Я всегда мечтал стать полицейским. Родился Брюс 12 сентября 1950 года в Нью-Йорке, и на июнь 2016 ему 65 лет. Он актёр, продюсер и писатель, известный благодаря «Полицейской академии», а также сериалу «Сайнфилд», который шёл с 1989 по 1998 годы. Говорят, что Брюс появлялся в фильме «Очень страшное кино», но я не нашёл его там. Если вы его найдёте, то напишите в комментариях, где он там появляется. Также он появлялся в фильме «Идеальный шторм». В 80-х Брюс снимался в скетч-шоу «Фрайдис» и в сериале «Фернвуд Тунайт». После «Полицейской академии» играл в сериале «Разные ходы», «Фанленд» 1987 года, «The Famous Teddy Z» в 1990 году. Появлялся в фильмах «Дик Трейси», «Капитан Крюк», «Заряженное оружие». Брюс официально закончил актёрскую карьеру, и теперь у него своя продюсирующая компания во Флориде. Он занимается продюсированием и пишет сценарии. Артур Метрано играл лейтенанта, а позже капитана Маузера во второй и третьей части, а также и сериале «Полицейская академия». Артур родился 22 сентября 1936 года, и на июнь 2016 ему 79 лет. Он американский актёр и комедиант. Впервые Артур появился на экранах в 61 году в фильме «Холодная война». Далее в сериале «Железная сторона», который шёл с 67 по 75 годы. В сериале «Моя жена меня приворожила» с 64 по 72 годы. С 77 года играл в сериале «Любит-не любит». Часто появлялся в ТВ-шоу «The Tonight Show» и выступал с мини-юмористическими сценками. Снимался в огромной куче сериалов и фильмов, среди которых «Старский и Хач», «Чудо-женщина», «Невероятный Халк», «Джамп Стрит 21», «На последнем дыхании» вместе с Ричардом Гиром, «Учителя», «Малибу и Экспресс» и многих других. После полицейской академии в 1989 году Артур повредил спинной мозг, сломал шею в шести местах, упав с лестницы, работая в своём доме и не смог ходить, передвигался на костылях и коляске. После операции Артур мог немножко передвигаться, но в основном передвигался только на коляске. Выступал в собственно созданном шоу «Juves Don't Belong on Letters» – an accident comedy. Собрав более 175 тысяч долларов, он пожертвовал их на инвалидов и колясочников. В 2007 году Артур подал в суд на создателей и продюсеров мультсериала «Гриффины» за используемые материалы в их шоу. Артур хотел взыскать 2 миллионов долларов, но дело уладили по соглашению сторон. Артур женат на Ребекке Шут Метрано, 1972 года, и у них четверо детей. Бранд Вонт Хоффман играл кадета Кайла Бленкса в первой и третьей части полицейской академии. Бранд Вонт Хоффман родился неизвестно когда, но известно, что свою актерскую карьеру он начал в 1979 года. Бранд играл в сериале «Лаверн и Ширли» в 1982 году, «Лотерея» в 1983, в 1994 играл в фильме «Телохранитель Тесс» с Николасом Кейджем. Режиссёром фильма был, кстати, Хью Уилсон, он же был режиссёром первой полицейской академии. Играл в фильмах «Полицейская рапсодия» 1985 года, «Безалаберные», «Виновен по подозрению», «Взрыв из прошлого» и прочих. Всего Бранд Вонт Хоффман имеет около 20 ролей в фильмах. В 2003 году Бранд играл в сериале «Задержка в развитии». Все персонажи Бранда в кино были отрицательными, и только в фильме «Телохранитель Тесс» он был положительным. Известно, что Бранд Вонт Хоффман мастерски играет в бильярд. Скотт Томпсон играл кадета Чеда Копленда в первой, третьей и четвёртой части «Полицейской академии». Очень хорошо. Меня зовут Копленд, Чед Копленд. Рад за тебя. Скотт родился 29 октября 1954 года, и он американский актёр, известный благодаря фильмам «Смерч» 1996 года. В главной роли которого были Хелленд Хант и Билл Пэкстон. Если не смотрели этот фильм, то посмотрите. Мне он очень понравился, когда я его смотрел ещё в 90-х. Также Скотт снимался в фильме «Быстрые перемены» в школе Риджмонд Хай 1982 года. Впервые появлялся на экранах ТВ в 1977 году в фильме «Полицейский и бандит». Также появлялся в 1981 году в сериале «The Greatest American Hero». Далее в фильме «Паразит» 1982 года. В «Звёздном пути. Следующее поколение» 1989 года. «Останавливающий время» 2002 года. В этом же фильме снимался Майкл Бинн, игравший Кайло Риза в первой и второй части «Терминатора». В «Ночи живых мертвецов», «Начало» в 2011 году и многих других. Часто появлялся в сериалах «Говорящая с призраками», который шёл с 2005 по 2010 годы. А также в сериале «Настоящая кровь» с 2008 по 2014 годы. Скотт никуда не пропадал и до сих пор в киноиндустрии. И в 2016 году он снялся в фильме «Большой» вместе с Лесли Истербрук, которая играла сержанта Каллахан. Про неё я рассказывал в видео «Что стало с актёрами Полицейской академии. Часть первая». Ссылка в описании к видео. Если понравилось это видео, то не стесняйся подписываться на канал, чтобы смотреть новые видео на эти темы. Не забывайте выражать своё мнение лайком или дизлайком. А если есть что сказать, то не держи это в себе, а напиши в комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok